Друзья, всем привет! Судя по тому, что сегодня, брельтеф из Хабаровска, буквально через несколько часов вы уже на дне рождения у Ани Семенович, из этого я делаю вывод, что вы дружите. Да, я очень преданный друг. Ну, а как может быть иначе? Ведь Аня потрясающая женщина, фигуристка, комсомолка, спортсменка. А как она поет? В общем, я хочу немножко сегодня погреться в лучах ее славы. В туре с Анной Семеновичем легко? Ой, очень комфортно. Говорю, вот положа руку на сердце. Очень комфортно. Она очень позитивный человек. Но постоянно идет навстречу, если что. Помогает. Нет, здорово, здорово. Я рад, что меня судьба свела именно с Анечкой Семенович. Вот. А вы, ребята, завидуйте. Поздравляю этого прекрасного человека. Замечательную подругу. Человек, который умеет дружить, умеет общаться и умеет всегда быть доброй. И человек, как мне кажется, один из немногих в этом мире творческом, лишенный зависти. Я ей, безусловно, хочу пожелать счастья в личной жизни. Это, пожалуй, самое главное. Мне кажется, то, что ей нужно именно сегодня. Это создание своей семьи, вот такого настоящего храма, рождение красивых детей. И, безусловно, творческая удача, потому что это то, что заставляет ее дарить счастье людям, то, что сподвигает ее к этому. И то, благодаря чему у нее светятся глаза. Гости бизнес-класса, дальше эконом. Проходите. Я хочу пожелать Анюте всегда по жизни быть весенней, быть новой, быть такой легкой, какая она есть. И, конечно, желаю ей огромного здоровья, потому что, если есть здоровье, то все остальное, оно обязательно будет. Море-море любви и ласки. Ах, тоже пожелать такой, не знаю, мне кажется, у нее уже все есть. Мы очень тебя любим и хотим, чтобы каждый день, ты просто из каждого дня умеешь делать праздник. И я уверена, что сегодняшний день рождения будет ничем не хуже, чем в прошлом году. Мы его целый год вспоминали. Вот, много-много всего самого лучшего, положительных эмоций, чтобы каждый новый день начинался только с улыбки и вкусного завтрака. День рождения. Сумасшедший мир мужчин суетится и спешит, но любимых все века носит на руках. Ты блондин или брюнет, инженер или поэт, при деньгах или басой, все равно ты мой. Я вся такая внезапная, восходит солнце на западе, и день и ночь, а тебе одно. Все мои мечты. Я вся такая внезапная. Оставаться вот тем жизнерадостным, солнечным человечком, очень добрым и радовать своих близких, обрести свое женское счастье, и чтобы все твои, даже самые маленькие, не говоря уже о больших желаниях, все твои мечты обязательно сбывались. Главное, не бояться мечтать. Я желаю ей силы, вот этой вот выносливости. У нас ее, конечно, я все время думаю, господи, когда же она закончится, эта выносливость. Пусть она не заканчивается. Вот это твоя жизнь, жажда жить, чтобы она не иссякала, и твой позитив, который ты даришь всем вокруг, абсолютно безвозмездно. Пусть он будет всегда. С днем рождения, Анютночка. Итак, мы сегодня обсуждаем такую тему. Три подарка для Анны Семенович. Если бы у вас была возможность, подарите ей три подарка в виде костюма, машины и путевки в другую страну. Что бы вы выбрали? Я бы выбрала путевку, потому что я знаю, что Анне очень любит путешествовать, очень любит загорать. Мы с ней даже как-то это делали вместе. Вот, я бы подарила ей путевку. Вот. Куда? В какую-нибудь жаркую страну, на Бали там или куда-то еще. Кстати, она недавно совсем была на Бали. О, да, я не сдала бы. Не вы ей подарили путевку, нет? Не, не я. Если подарили машину, какую машину, какая машина подошла бы Анне Семенович? Ну, мне кажется, красная Феррари. С открытым верхом на лето, чтобы она ездила, у нее развивались волосы по ветру. Вот. И все мужчины ей бы активно бибикали бы вслед. Ну и, наконец, платье. Платье, строгий костюм. Я бы подарила бы ей костюм Евы. То есть, вы не подарили бы ей костюм? Ну, это было бы максимально раздетое платье. Здесь два кружочка и здесь фиговый листок. Мне кажется, это платье наиболее всего подошло бы Анне, потому что она роскошная совершенно женщина. Ну и ваши поздравления, Анне. Я хочу поздравить Аню с днем рождения и пожелать ей, ну, помимо успехов, развития, там, всякой гармонии, счастья, здоровья, хочу пожелать ей обрести, наконец пришла, чтобы показать, у кого больше. Ой, не, ну... Кстати говоря, вы можете присоединяйтесь к поздравлениям. Я хочу поздравить... Тебе? Меня не надо. Нас всех с днем рождения, Аня. Я хочу поздравить Анечку и хочу пожелать Ане, в первую очередь, здоровья, правильно? Во второй очередь, чтобы ее красота, она действительно с каждым годом становится все желаннее, ярче, эффектнее и энергичнее. Вот чтобы это все происходило и дальше. И самое главное, женского счастья, семейного счастья. Ну, а то, что касается карьеры, вот она как идет в гору, причем стремительно, иногда даже кажется, что летит, оторвавшись от земли, чтобы это все было, но умножить на 200 километров в час. О, как! О! А про любовь ты же сказала? А я сказала женское счастье. Нет, я считаю, что у Ани есть абсолютно все, кроме того единственного, как это сказать... Чего это? Если ты не знаешь того единственного, ты не знаешь, что его нет. Подожди секунду, вот когда она пригласит меня на свою свадьбу, когда я буду говорить о том, что он единственный, понимаешь? А то сегодня один единственный, завтра другой, пацан третий. Ладно, но ты всех прямо миришь, знаешь, каким миром. А что? Я хочу теперь погулять на Аниной свадьбе. Вот я хочу, чтобы в следующий раз мы не на ее день рождения, а на ее свадьбе гуляли. Да. Чтобы это было как можно быстрее. Я присоединяюсь, я тоже хочу, чтобы свадьба случилась раньше ее следующего дня рождения. О, да. Ну, мы тоже присоединяемся в таком случае. Спасибо. Скажите, пожалуйста, если бы вы решили подарить Анне Семенович машину сегодня, на какую машину вы выбрали в качестве подарка? Я бы подарил Анечке оранжевый экскаватор. Только его могучим ковшом можно отгребать штабеля поклонников, которые падают при одном Анечкином виде, а с другой стороны только таким образом можно пробраться по сегодняшней Москве сквозь пробки по уйме Анечкиных дел. Скажите, пожалуйста, а если бы вы отправили ее отдыхать, то какую страну бы вы выбрали на нее? Ну, я бы твердо сказал бы, куда бы Анечку не отправили. Куда? В Ростов-на-Дону, потому что там Анечка затерялась бы. А так, куда бы она не отправилась, везде ей будет самый триумфальный прием. Анечка, ну, во-первых, поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо, спасибо, дорогая. Скажи, пожалуйста, а что бы ты сама себе пожелала сегодня? Ты знаешь, наверное, не нервничать, потому что я почему-то с утра жутко волнуюсь с самого... Ну, как-то я так готовилась к этому празднику, и очень было мало времени, потому что я все время нахожусь сейчас в туре в ледникового периода. Вот мы катаемся с ледовым шоу по всей стране, готовиться времени не было совсем. Хорошо есть друзья, которые выручили, помогли, нашли это замечательное место, клуб Саканы, повесили фотографии везде, все украсили лепестками роз. Пожелала бы, конечно, наверное, женского счастья. Мы присоединяемся к этим пожеланиям твоим же. Скажи, пожалуйста, а что насчет костюма? Долго ли ты думала, выбирала то, в чем ты будешь сегодня одет? Соня, ты знаешь, я вообще это платье шила. Это наш русский дизайнер Люда Юракова, которая мне сделала это платье. Так я решила первый день весны встретить по весеннему, весенним нарядам. Ну, ощущается вообще уже весеннее настроение? Да, солнышко на улице, погода уже плюсовая, все тает, наши сердца тают. И скоро весна, вернее, сегодня уже весна, любовь и счастье. Спасибо большое, с днем рождения. Спасибо.